Продолжение следует... 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 Сначала плывом из лесу, дальше мы срочем. Прорел водокровод, используя мороженый вод и качественные водонаполные башни. Правда, этой воды намного не хватило. И короткийца Екатерина Великая приехала на фронацию, к ней очень удобно приехала. В Москве еще была эпидемия черная, и она естественно решила, что с чумой надо каким-то образом бороться. Каким образом бороться, а почему? Она призвала на помощь, конечно, замечательные братья, братья Павловы. Те все свои дворцы в Москве отдали под больницы эпидемии, то есть людей, зараженных эпидемией. Да мало этого, разделили Москву на участки, пригласили своих доморощенных врачей, да еще и с западовым вездами врачей. И таким образом, с чумой очень быстро спрятали. А Екатерина решила поедать в ладу, благодарить Господу, что все так обошлось более-менее на выводе. И вот она. Пока ее люди не видят, едет в сергию в глаза. И в колесе, в картофель, и видят люди, выходит в беспереду. Она естественно будет лучше. Пешком идет, потому как не положено в монастырь ножками не ходить. И, конечно, Екатерину, в общем-то, за это могу сказать, и называют поустынские беды. Ну, а дворянство понятны, с чем это так. Императриса в середине 18 века, проезжая в Лаву, остановилась мутищик. Остановилась мутищик, ее чаем у гостей на поле. Она попробовала чай и вызумилась на скорбом в гостей чаю. Она тогда попросила ее посохнуть на лаву. Ей дали водиться и спить. Она была изумлена, насколько вкусна мыть мутищинская вода. И, конечно же, решила во что бы то ни стало. Из этих источников мутищинских воду в Москву привезти. Но, чтобы убедиться, что их большое действительно количество, объехала в мутищинскую воду. Когда увидела гребячий, А она тут же собрала своих отдых и сказала, уехать, но мне предоставить после троянства, после поездки в троянство, будем строить водопровод. И, конечно, ей посоветовали самые дешевые варианты. Часто в педагоге было небольшая часть. На сегодняшний день сохранилась буквально небольшой элемент. Если вы поедете в область по проспекту мира, то вы увидите то, что осталось от строения в середине 18 лет. Подошла самотеку. Шла она в Москву во многих местах. В том числе и на площади Рубной. Но главный, то есть основной, в этом троянство мы перейдем на площадь, которая сегодня называется площадью Рубной. Субтитры создавал DimaTorzok То есть хотя бы разные группы нас, разные эпохи. А вот низу чаша была в два раза больше. И эта чаша нам помогала нам просто птичинская вода. Из этой чаши мы подомужили, с вас идет массы, мы за беремые, набирая ее в обрыв деревянной очень, и крикливая по улице, вода, вода. И естественно, за малые деньги. О, вода, вода. Но денежки были немалые, как Екатерина Великая. Пять с половиной миллионов золотых укулей она потратила на строительство ведута. По римскому проекту, естественно, он скоро отведут. И, конечно же, он тратил 9 лет своей жизни для того, чтобы создать это излучительное строительство. 19-летний император Николай I решит повторить кодок Петра I. И тот построил 4 канала, но он решил построить много. Но когда начал строить систему канала, он лишь смог построить канал между сестрой и кустрой, двумя речками. Он обошелся настолько дорого в этом канале, что в результате больше продолжать строительство император Николай I не захотел. И не только не захотел построить строительство, но если мы вообще отказываться на эту мечту, то есть в вашем кустрой в двадцатом веке подписатель года в шпатном городе в рюкзаках в год в начале по часам появились там призывательные футбольные конфликты, которые еще в отношениях можно сделать. И вот на бобле туалета и ванной писать А где мой шакан? Потому что воды нет в лампах. Рублёнский водопровод, который был в начале двадцатого века еще до революции. Минута, но и три миллиона. Такое количество людей в то время, хотя даже в лампах. А при Иване Проксом, 16-го веке, поскорить можно было бы обращивать за шею. Но это же самое. Настолько летом, сколько мы слушаем, теряло много лет. И, конечно, в столовой воскресенье, в 1932 году, в 1832 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 году. Священку, поп há лампы гнетею? Как, честный погонасск и AMD. В 1732 году, должен быть. И, вот再來 даст of the boat ghmos. Для поставленных вопросов вопроса наставшем у нас в Москве. Этого внесерсным сложен attorneys на территории rushed to their house. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 И это не случайно, потому что для нам остаться 2-3 метра. Эта так называемая дорога подходит под арку. Выполнена тут какую-то дорогу. Только семейная педаль не знает. Первая педаль, конечно, всего лишь ее основание. Но вверху, поверьте, она такая красивая. Выглядит она в виде пасковы. У этой пасковы под самой ее высотой, как вы понимаете, на 90 метровой высоте, расположены эти столицы. И все это такая паскова, которая стоит в виде смотровой площадки. Хотя пройдет из нее зарплаты в ресторан. Затраты пилоты настолько велики, что это не все отказано. Ну что ж, я уже вижу. А возможно, мы с вами подходим. К основанию этой группы в окно. Которая называется пилом. А вот нити, которые нам издалека. Такие черевочки, пилоты, черепочки. Это действительное издаление, которое называется ваннами. Вот они-то и подтвердят. По сути, эту пилу. То есть, эту пактору вокруг нее. На высоте которой расположены на правая площадка. А внизу, до 100 градусов, подъемники. Которые сейчас висели. С левой стороны. И с правой стороны выгрузили. Эти пламени с левой стороны поднимают людей на 90-метровую высоту. Поднимают людей治. У нас нарастает мне движение. При нынешние место у всех jest. auлилевую историю 층 на пилоту. Вот чувство страны. Вот вгры Open scientificid upon appear, ти до size ye your препятствия. И так, на лево смотрим. На лево смотрим. На право смотрим. Со стороны же Лево Арfil. А втаньяни. У них подъясниться в Блоко. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 В более позднее время были построены другие сооружения в Москве, которые расслабили в Москве. Это и дом наSearch, в Коста… Здесь Монтинный Олимпийский Комплекс, и Горновый в Неспуске, и Центр настойного телеслиза и прочие, прочие новые места. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Игорь Негода 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 Игорь Негода